Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Сканеры. Так скажем, немножко быстренько пробежимся по последним моментам. Честно, их последний стрим я не смотрела, потому что слишком он длинный. Практически на три часа тратить столько времени из пустого в порожнее я даже не хочу. Ну что ж, знаете, посмотрела я их хождение по мукам, их поездку на Украину. Да, заметно было и было понятно, что Илья действительно соскучился. Соскучился по своим родным, по своим близким, по своим местам, потому что можно погулять, повеселиться, можно действительно поесть вкусной еды. В общем, все, что ему так нравилось на Украине, все это он, так скажем, обрел опять на какое-то время. И даже находясь там, как раз-таки, по-моему, в тот момент, когда они пошли попить кофе, он сказал, ой, а я бы с удовольствием остался бы здесь. Говорит, а можно отучиться в Америке, а потом приехать жить на Украину. В общем, да, как-то так, как говорится, кому что. Ну, а что? А все остальные, в принципе, знаете, ничего нового, ребят, все то же самое. Такое ощущение, что они из Америки никуда не выезжали, потому что, если не знать, что они находились в магазине на Украине, то, конечно, это просто что-то с чем-то. Меня впечатлили их походы по магазинам. Слушайте, что в Америке ничего лишнего из продуктов никогда не купят. Все считают, все высчитывают, все смотрят, сколько, где, что, чего и как. На Украине все то же самое. Но настолько скромненько, назвать это, знаете, какими-то закупками, да, было невозможно, как люди у нас привыкли все это дело покупать и так далее. Нет, все скромненько. Упаковочку немножечко-немножечко колбасочки, немножечко того, немножечко сего, хотя их четыре человека, друзья мои, да, в принципе, могли бы взять всего и побольше. Нет, боялись даже на Украине потратить лишнюю копейку. Вот Андрей все-таки, как ни крути, скряга самый настоящий. С таким мужиком жить, конечно же, наверное, достаточно сложно. Нет, нет, он себя не обидит. Это мы знаем точно. А вот жене, возможно, лишние колготки и трусы, так скажем, не прикупит. Подумает, купить или нет. В общем, экономия везде и всегда. Не важно, где. Где в Америке, на Украине, да хоть где, в принципе. Ну, а с другой стороны, если серьезно, если серьезно, то в семье работает исключительно только он один. И денег у них там после всевозможных вот этих вот выплат, да, после страховки, после тех денег, которые они тратят на аренду жилья, у них остается абсолютно немного, там на самом деле не разгуляешься. Поэтому вынуждены они экономить. Хотя я не знаю, честно, не понимаю, какой смысл мама сидит дома уже столько времени, пошла бы, работала. И действительно, было бы легче, не надо было бы, возможно, считать копейки. И можно было бы хотя бы что-то где-то как-то даже отложить и, так скажем, сделать свою жизнь лучше. Ну, нет, сидит, сидит дома, сидит папа, работает. Далее прилетели домой, решили первым делом пойти заскочить в магазин, дабы затариться продуктами. В магазине все как обычно, да, берут авокадо, вспоминают, что на Украине он дороже. И папа, по-моему, задает вопрос, говорит, а почему авокадо на Украине дороже? Хороший вопрос. Далее, далее, как всегда, помимо вместо центов копейки. В общем, ребят, ничего не меняется. Такое ощущение, что, знаете, вот как я смотрела два года тому назад вот эти вот ролики, да, у сканеров, то же самое и сейчас. Ульяну усадили опять в тележку, дабы она не хватало все подряд. Ну, а папа, а папа, как обычно, берет исключительно то, что хочется брать ему. Когда Илюша что-то просит, Илюше, как всегда, ничего, да. Папа Андрей сказал о том, что будем жевать траву. Я так понимаю, что будут скидывать те килограммы, которые наели на Украине. Ну, а в принципе, друзья мои, ничего у них абсолютно не меняется. Зашла я почитать, посмотреть немножко комментарии. Стало очень скучно. Ничего интересного. Но по-прежнему, вы знаете, левые ники, какие-то непонятные тролли, которые в жизни никогда не были в России, матушки, опять трындят о том, насколько, насколько в России живется людям плохо. Да, увидев вот эту вот несчастную закупку, знаете, на 150 долларов, нереально смешно, вы представляете, да, 150 долларов для Америки, по большому счету, это вообще ничего, это даже для нас ничего. Вот мы лично купили продукты в субботу на 100 долларов, и я каждый день покупаю свежий хлеб, свежие молочные продукты хорошие фермерские, покупаю какие-нибудь вкусняшки, да, каждый день что-нибудь свежее, какую-нибудь пиццу, еще что-нибудь. То есть деньги, везде нужны деньги. Если хочешь жить хорошо, приходится много работать, в любом случае, вне зависимости от того, в какой стране ты проживаешь. Но вот эти вот тролли, которые, знаете, они постоянно почему-то торчат на семейном канале сканеров, да, то есть меняются там только ники, и вот эти тролли, которые никогда в жизни не были в России, они опять рассказывают, глядя на вот эту вот покупку, да, на то, как сканеры решили затарить немножко свой холодильник, потому что они приехали, у них шаром покати, вот эти тролли написывают, да, мол, да, в России так плохо люди живут, что вот эти продукты могут только в магазине понюхать. Ребят, ну, что я могу сказать? Я не знаю, что нюхают вот эти тролли, где и в каком месте, да, мне просто интересно. Но вот честно, я не могу себе представить, чтобы в магазине я купила на семью, допустим, из четверых человек, я купила один огурец. Но не могу я себе представить, чтобы мы брали так мало, хотя мы в магазинах бываем практически каждый божий день, да. Куда этот огурец один? Вообще, если честно, не понять. В принципе, у сканеров так всегда, всего помаленьку, всего по чуть-чуть, но я так предполагаю, что, скорее всего, конечно же, они не забросили свои вот эти вот банки, будут они опять по ним ходить и брать, чтобы они там не говорили. Я думаю, что как раз-таки они и берут там продукты в любом случае. В общем, ребят, как-то так, но вот видите, очень и очень волнует тролли, как же живем мы здесь в России. Вот правда, действительно смешно. Я помню момент, не помню точно, когда, то ли это было, возможно, где-то месяца полтора, может быть, месяца два тому назад, Андрей с Таней говорили о том, что они будут бороться, бороться вот с этими троллями, которые приходят и устраивают самые настоящие политические баталии на их канале в комментариях. Но я смотрю, как говорится, о ВОЗ и ныне там ничего не меняется, меняются только названия вот этих вот троллей, их ники, их аккаунты, а они как были, как ненавидели Россию, так они там и торчат. И именно, ребят, вот представьте себе, что самое интересное, какой каламбур торчат они непосредственно на семейном канале. Очень интересно. Вот действительно ничего не меняется, абсолютно ничего не меняется. Да, как-то так, друзья мои. Вот такой у меня получился небольшой обзорчик. Всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера. Пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Все, всех целую, обнимаю. Всем желаю прекрасного вечера. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok